Технические характеристики Сейчас посмотрим В комплекте у нас поставляется оригинальный вот такой вот бампер прозрачный Из пластика сделанный Ну и стандартно зарядка, USB кабель, наушники и два аккумулятора Аккумуляторы в данной модели у нас по 1800 мАч Вот вы это можете видеть То есть в принципе аккумулятор не сильно емкий Перейдем непосредственно к нашей модели Смартфон получился очень интересный Интересный по двум причинам Во-первых, мне нравится его дизайн То есть я вот сейчас только снял пленочку Вы видите какой идеально ровный экран Идеально вот красивый такой Ну, передок смартфона похож очень на Zopa 980 Тоже практически нет разницы между экраном и границами корпуса То есть очень-очень так шикарно смотрится Смартфон тоненький, аккуратненький Есть у него все необходимые кнопки То есть, ну, стандартно Это у нас логотип TCL Камера 8-мегапиксельная Вспышка Динамик Технологии Happy Life Задняя крышечка у нас сделана из пластика Пластик такой черный глянец Отблещивает, не матовый С этой грани у нас есть кнопка включения-выключения Сверху разъем под наушники и USB Тут у нас качелька громкости Одна единственная Снизу у нас разъем Точнее выступ такой для открытия крышки Ну и микрофон у нас располагается Ну, где-то здесь Не знаю даже где Ладно, не столь важно это Опять полюбуйтесь на передок Нашего смартфона Пока я его не замарал своими пальцами И давайте начнем с минусов Я считаю, что корпус можно было сделать Немножко получше Так как вот эти вот кнопочки Вот они прям ходят в своих пазах В которых они Вот эта кнопка большая тоже Ну, в принципе, это такие мелочи На них можно и не обращать внимания Включаем наш смартфон Итак, первая особенность Это дизайн Мне очень нравится дизайн данной модели Очень аккуратный, очень такой сдержанный Второе, это то, что производитель поступил очень умно Я считаю, что и выпустил одну из лучших моделей на данный момент В чем весь козырь В том, что данная модель Одна единственная, которая выпускается сейчас на рынке Китая Китайских смартфонов Она выпускается на процессоре MTK6589T То есть процессор турбированный С частотой ядра по 1,5 МГГц И экран у нас не Full HD Экран у нас обычный стандартный HD разрешение То есть это значит, что данная модель является на данный момент Одной из лучших в плане производительности Одной из самых мощных У меня экран сейчас стоит на минимальную яркость Я вам сейчас покажу Нет, покажу сначала смартфон в Antutu Во-первых, то, что я говорил Это максимальная производительность Данная модель у меня набрала сразу с заводской прошивки 15656 баллов Ну, это больше, чем набирает любой другой смартфон Без разницы, 2 гигабайта оперативной памяти ГИК, 32 встроенных, 16 Ну, абсолютно нет разницы Вот вы можете видеть Вот это вот составляющая успеха этого смартфона Это разрешение 1280 на 720 И частота процессора 1508 МГц Именно вот этот вот тандем И дает данному смартфону Повышенную производительность И возможность производить все, что угодно Любые современные игры Всего лишь 1 гигабайт оперативной памяти у него 12-мегапиксельная интерполяция Тут идет на заднюю камеру 12,6 тоже интерполяция идет на фронтальную Кстати, фронтальная камера снимает вот такие вот снимки Я постараюсь вам сделать Потом покажу Под видео будет ссылочка Ну и стандартный 4.2 Android Ничего нового нет Также замечу, что своей памятью Данной модели всего 8 гигабайт В принципе, для каких-то приложений Своих ему этого вполне достаточно Итак, я уже показал вот эти вот баллы Данная модель просто супер По всем параметрам для меня То есть, вот она практически По производительности такая, как Galaxy Note 2 Итак, идем дальше Стандартно покажу вам Какой у нас мультитач Тут у нас 5 точек прикосновения Вот можно проверить экран на пиксели Ну, тут, наверное, вам будет не видно Видно мне, что их здесь битых пикселей нет Ну и Z-device-тест В котором я стандартно показываю Какие есть датчики Какие есть функции Что поддерживает наш смартфон Так, есть отличный GPS GPS-тест будет чуточку попозже Wi-Fi, Bluetooth, стандартно компас Работает ли компас? Давайте проверять Как мне кажется, не совсем что ли Ну да ладно Не считаю я эту функцию Такой супер важной Идем дальше Дальше у нашего смартфона Есть датчик приближения Стандартный Датчик освещенности Гироскопа в нашем смартфоне нету Идем дальше Итак Я говорил, что мне очень нравится В данной модели дисплей И вот сейчас я вам покажу Скажем так Всю его Все его возможности Как вы видите Яркость у меня стоит на минимуме И вот я выставляю Данный смартфон На максимальную яркость И вы видите Что это за экран Вы видите Какие у данного экрана углы обзора Я если честно поражен Такой сочностью картинки Такой яркостью Ну экран очень яркий Очень сочный По поводу прошивки Прошивка у нас русифицированная Есть стандартно В прошивке Play Market рабочий С него можно все что угодно скачивать Все что угодно делать Закачивать Тому подобное Есть в нашем смартфоне Стандартное меню настроек Тоже все идет на полноценном русском языке Информация о телефоне У нас также W200 Прошивка 4.2 Android Наша Идем дальше Опять же возвращаемся К нашему дисплею Смотрим стандартные Для вас Если вы смотрите Мои видео обзоры Картинки Картинки просто разные Не хочу ничего менять По ним очень видно Какой экран Сочный Не сочный Яркий Не яркий Какие углы обзора Тоже все Достаточно видно Менять не вижу смысла Картинки Так Вот такой вот у нас экран Напоминаю Что разрешение экрана Не HD Точнее не Full HD Обычное стандартное HD разрешение Стандартно смартфон С легкостью Воспроизводит любые Фильмы Любые форматы Видео У меня есть трейлеры Которые я тоже показываю Вот 1080p По поводу звука Вот сейчас слышу Что звук Не совсем громкий Стандартный звук Ничего не могу сказать Видео играет Все супер Также можно на данной модели С легкостью лазить В браузерах Смотреть наш сайт Покупать у нас смартфоны Читать наши описания Смотреть наши Видео обзоры На ютубе То есть Можно на нашем сайте Можно на других сайтах Лазить Все для вас То есть С этим всем смартфон Справляется на ура Четкость изображения Великолепна С потоковым видео В ютубе Справляется смартфон Так же хорошо Как и в браузере Так же хорошо Как и со всем другим Посмотрим Какой нибудь Обзор В формате Full HD Как я уже говорил Что данная модель Является одной Из самых мощных Чтобы не быть Голословным Я продемонстрирую Три игрушки Которые я запускаю В каждом Своем тесте Современного Смартфона На MTK 6589 И начнем мы Этот тест С игрушки Real Racing 3 Которые я запускаю Смартфон Убираю Смартфон 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...